Сразу хочу сказать, я не сумасшедший. Просто программа у нас сумасшедшая. Я муза нашей программы. Раз программа сумасшедшая, то и муза должна быть с прибабахом. Кстати, дорогие мужчины, как вы думаете, почему вот этот вот международный женский день, когда один раз в год мужчина действительно выражает всю любовь своей даме, почему он в марте, а скажем, не 8-го там какого-нибудь января, не 8-го февраля, а почему в марте? Как купить денег после Нового года. Без денег после Нового года? Нет, я просил подумать. Ну, какие варианты, подумайте. Ну, март. Март. Начало весны, так, весна. И что? Мартовский год! Правильно. Совершенно верно. Дело в том, что вот в этом крике, в нем как раз и сосредоточена вся та любовь, которую мужской организм испытывает по отношению к женскому. Не правда ли, мужчина? Давайте попробуем. Сейчас. Здесь. Чего стесняться? По-нашему. По-мартовски. Хотите, даже можно под музыку. Ну, допустим. Я скажу, начну, а вы продолжите. Это молодой котик. Он только еще проснулся после спячки. Он еще ничего не знает. Это кот-полковник такой. Знаете, вышел во двор и всем встроится. Это очень скромный кот. С ним что-то сделала хозяйка. И он теперь не знает, зачем вышел во двор. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Но практически этот вот кожень знает, зачем он здесь находится. Вы подумайте на всякий случай. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Гав. Мы зашли в другой двор. Возвращаемся. Мяу-мяу-мяу-мяу. Кот-ловиланс. Все котят от него. Этого кота мы застали в процессе. Не будем мешать. И вместе. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Всем двором давайте. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Посмелим. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Вот настоящий котяра сидит. Встаньте, покажитесь. Жалко, никто не слышал. Кошечки, посмотрите на него. Дорогие дамы, давайте поаплодируем мужчинам. Они все-таки выразили свою любовь. Все-таки выразили. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Молодец. Уважаемые дамы, позвольте мне с огромной радостью поделиться с вами нашей гордостью по этому поводу. Я говорю о той захватывающей радости, с которой я говорю о нашей гордости. Наша гордость вселяет в нас радость. А наша радость, это вместе с тем и гордость за нашу радость. Мы гордимся нашей гордостью. Мы радуемся нашей радостью. Потому что гордость за нашу радость вселяет в наши сердца радостную гордость. И это радостно, уважаемые дамы. Позвольте мне пожелать вам нашей гордости и дальше идти с нашей радостью, которая позволит нам и впредь радоваться нашей гордости и гордиться нашей радости. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Котов. Вы, конечно, догадались. А, Бандурин Вашуков. Вот. Очень приятно видеть такое огромное количество обаятельных, милых, красивых, потрясающих женщин в зале. И поэтому хочется сказать несколько теплых, добрых, красивых слов. Коля, Коля, позволь это сделать мне. Да, почему? Потому что, во-первых, я повыше, постройнее, посимпатичнее. А, во-вторых, я написал замечательную праздничную речь. Коротенько, минут на сорок. Вот только не знаю, как начать. Может быть так? Дорогие женщины. Ну как? Сильно? Сильно, но бестактно. Знаешь, дорогие женщины, они на Тверской. А что, в зале разве недорогие? А ты спрашивал? Хорошо, тогда так. Наши любимые женщины. Ну ты что, с ума сошел, Дон Жуан? Наши любимые. Что это такое? У нас в стране около 100 миллионов женщин. И если мы будем поздравлять только наших любимых, то остальные 50 миллионов обидится. Хорошо, скажем проще. Женщины. Девушки обидятся. Тогда так. Милые женщины и те, у кого все впереди. Обидятся те, у кого все позади. А тогда как? Ну понимаешь, если б я знал как. Я думаю, что прежде чем поздравить женщину, нужно сначала понять, чего она хочет. И потом уже ей это пожелать. А чего она хочет? Если б я знал. Знаешь, еще Плутарх, царство ему небесное, говорил. То, чего хочет женщина, мужчине не по карману. Слушай, а давай попробуем процедить образ женщины в русской литературе. Может быть мы тогда поймем, чего она хочет, а? Давай. В русской литературе очень много достойных женских образов. Например, Катерина. Она плохо кончила, она бросилась с обрыва. Или другой женский образ, Анна Каренина. Она кончила еще хуже. Ну, правда, она стала законодательницей мод, ведь туфли на платформе это ее изобретение. Или вот мой любимый женский образ, Татьяна. Доронина. Пушкина. Не, не, подожди, подожди. Пушкина это Оксана. Ну, у которой женские взгляды. Так ты о телевидении, да? Ну, конечно. У меня было. Да. Сейчас на телевидении женщины ведут многие программы. Вот, например, что хочет женщина с Еленой Яковлевой? Хорошо, что не с Савиком Шустером. А в программе «Принцип домино» вообще две женщины. И Лена Ханга и вторая беленькая. Да мне все равно, я дальтоник. Тогда не будем о телевидении, давай лучше о политике. Женщины в наше время все чаще занимают мужские должности. Женщины и в бизнесе. Женщины и в Государственной Думе. И я уверен, что когда-нибудь женщина станет президентом. Ну да, и начнет пудрить не только свой носик, но и наши мозги. Хорошо не будем о политике. И вспомним, что жизнь на земле пошла от женщин. Что Ева мать всего человечества и самая верная женщина на свете, потому что никогда не изменяла своему Адаму. А я вот где-то услышал, что человек произошел от обезьян. Нет, у обезьяны одна мысль. Где достать бананы? А у женщины уже целых две. Где достать бананы для своей обезьяны? И не забыла ли она выключить утюг? Вот я и говорю, что женщина создание умное. Заметьте, даже в сказках у нас Василиса всегда премудрая, а Иван... Дурак. Да, но ты забываешь. Они потом поженились. И она стала Василиса дурак. И все равно, женщина существо выдающееся... Особенно хорошо выдающееся замуж. И мы должны создать для них все условия. Вот раньше женщин специально готовили для замужества. Ведь был же Смольный институт благородных девиц. Почему сейчас нет? Что у нас благородных девиц мало? Да нет, благородных полно. Вот девиц. Ну, из всей твоей терапии, Миша, я, кажется, понял только одно. Женщины сначала вытесняют мужчин, потом умнеют, выходят замуж, рожают детей. Правильно? Да. И я, кажется, понял, чего хочет женщина. Мне кажется, что в настоящее время женщина все чаще и чаще хочет мужчину. Только вот я не понимаю одного. Почему? Почему желание женщины – это всегда закон. А желание мужчины – это почти всегда статья. Но, тем не менее, женщина все чаще и чаще хочет мужчину, который мог вот так вот от души, красиво, а не по бумажке, поздравить ее с праздником, подарить ей букет цветов, спеть под ее балконом сиренаду. А что, мы будем петь сиренаду? Нет, сиренаду мы петь не будем, а вот буклеты споем обязательно. А женщина в песне все наши. Могу повторять до утра. Семеновна, Лада, Наташа, Земфира, Алсу, Гульнара. Но повода нет для кручины. Дождались и мы, наконец. Мужчины, 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 Пропел популярный певец. С мужчинами женщины спорят, Ведь равенство нынче у нас. В хоккее они и в футболе, И в армии женский спецназ. Любые высоты и вершины Берут в монолитном строю. Мужчины, 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 У женщин берут интервью. В трамвай, обнимая гитару, Валился нетрезвый на хал. Не тратил он времени даром, И к девушке тут же пристал. Отстаньте, сказала девчина, Покинула взглядом в огонь. И встали стеною мужчины, И вышли тихонечку вон. Машина все по дому хлопочет, Стирает, готовит и шьет. Растит она сына и дочи, И в доме уют создаёт. А муж, боевая машина, Чуть свет, он уже у руля. Зарплату приносит мужчина Все сорок четыре рубля. Аминь. Мужчин не щадим мы в куплетах, Но только без нас не прожить. Без нас опустеет планета, Придётся плейбой отменить, Но мы не дрожим от испога. Призыв повторяем один. Любимые наши подруги, Всегда берегите мужчин. Сема, Сема, Что вы пялитесь на меня, Как улитка на паровоз? Ну что, я вам сказал что-то такое, Что не помешается в вашей голове? Хорошо. Я готов повторить для вас ещё один раз, Что вы услышали и запомнили, Что к вашим двум коротким извилинам Прибавилась одна длинная. Женщины, Сема, Созданы для того, Чтобы вставлять мужчинам, А не наоборот. Я не об этом. Не смотрите себе на бруки. Я не об этом. Ведь мужчину это не только тот, Чем наградил, Который достоял до мая. Такой же жёлтый, Лысый и сухой. И те шары, Которые шо висят. Сема, Выглядят ненужно и глупо. Да, 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 Сема, эти женщины Ходили за мной строим В колонну попры. И когда я останавливался покурить, Они маршировали на месте. Сема, да, да. Я был в своём городе Даже популярнее, Чем вот эта пластинка Бессаме муч. А почему? Разве потому, Что я был урод. Именно, что я был красавец. У меня всегда плечи были шире, Чем у них бёдра. Семочка, у меня была Вот такая походочка. Этот ваш Майкл Джексон В сравнении со мной Просто одноногий пингвин. У меня были мышцы, Бицепсы, Тридцепсы, Полтора цепсы. Это сейчас я, Извините за откровенность, Пукнуть не могу Без сотрясения мозга. А вы бы поглядели, Как 35 лет назад Я бежал 110 метров С барьерами, С гирами, Завязанными глазами, Задом на природе. Наташа. Класс. Сома, вы что думаете, Что я что-то преувеличил? Мне вас искренне жаль, Потому что я Преуменьший. Так вот, Сомочка, дорогой, В отличие от вас, Я за собой следил. И не заряжался Теплой водкой по вечерам. И не поливал газоны Вчерашним пивом. Я делал гимнастику по утрам, Потом шел на работу, Делал две нормы. Потом шел к подруге, Делал три. Знаете, Какой у меня был девиз? Могу, Умею, Хочу и буду. О, нет, Я совсем не был развратником, Просто. Я очень любил Любить. И те женщины, Которых я это делал, Ни в чем не могли Меня упрекнуть. Хотя иногда Они упрекали друг друга. В 64-м году, Помню, Была даже дуэль. Они дрались На моем балконе. Лена с веником Против Сары с кактусом. Он никому Тогда не дал победить. Я разнял их ведром Холодной воды, Подавил бутылкой Кинзмарули. Не ушел к Юле. Вот такими Синими глазами, И рыжей челкой Душа в душу Мы с ней прожили Целых два дня. Потом была Тамара с Питера, Наташа Суфи, И удивительная девушка С Алматы Закадык Налиева. Солмочка, Я с вами говорю Не про это. Про то, Что лучшие годы, Как бы их ни было, Много пройдут. И что количество подруг Не обязательно перейдет В качестве. Вам просто нужно знать, Что счастливый конец Это не медицинский термин. А философский. И что важно найти Ту одну, Которая заменит их всех. Сколько времени уже? Десять часов. Мое время кончилось, Ваше начинается, Я пошел. Мне пора, Меня уже здесь давно нет. А вы с вами ищите, 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 Жень, Ищите, И пусть вам будет. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый публика, На сцене Артист Игорь Христенко Ты что орешь-то, бабушка? Ты что, разорвался-то? Ты что, оперного перста, Что ли, объявляешь, Я не пойму? Еще учить не обучу. Еще поучу, поучу, Еще не этому научу. Концерт-то юмористический, Ты что, не так надо? А как надо-то? Так, сейчас покажу. Что, как надо? Надо весело, Искрометно, Открытым приемом. Сугунько. На сцене Игорь Христенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, бабульки, ой! Я вот понял, дорогие мои, Что Борису Николаевичу Мы все пародисты Просто должны памятник поставить. Потому что столько лет Кормиться за его счет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы поняли. Нет, у меня-то вообще история. Я вам расскажу. В принципе, я Только благодаря, в основном, Конечно, Борису Николаевичу, Я и женился. Нет, ну, дело-то было это, В общем, давно. А на все мои предложения Стать зятем Моя теща, она твердо Отвечала Молодой человек Артисты Это звучит горько. Попробуйте получить Другую специальность, Тогда и приходите. Ну, а поскольку Тянуть уже дальше было нельзя Пришлось идти в Абан. Порепетировал немножко, Сел у телефона, Набираю. Она говорит, алло. Я говорю, алло. Вера Борисовна. Ну, здравствуй, дорогая, Здравствуй. Это, понимаешь, Это первый президент России. Борисовна дальше, ты знаешь. Ну, что я хочу сказать, Тебе, тут вчера у нас В Кремле концерт был. Игорек твой выступал. Ох, выступал. Такую. Такое нес. Мне не снести. Понимаешь? Так что Ты ему, пожалуйста, передай. Что он теперь к нам в Кремль Уже может запросто, Как член, понимаешь, Семьи. Я даже указ сдал. Там для него В Спасских воротах Уже маленькую калиточку Пропилили. Специально. Она говорит, Господи, Борис Николаевич, Так ему в Кремль Пойти-то галстука даже нет. Говорит, ничего. Мы или не организуем Встречу без галстуков. Понимаешь? Как бы А ты галстучек подари ему. Галстучек подари И носочек свяжи. Вязать-то умеешь. Вообще-то у меня Большие планы На его счет. В смысле Игорь Ката Твоего Христианка Вице-премьеры. Подставим. А там, глядишь, Будет кому страну Передать. В целом. Понимаешь? А ты носочки-то Начала уже вязать? О, вяжи, вяжи. Давай, дорогая. И положил труп. Я набираю Опять минут через пять. И как бы Уже сейчас понимаю, Что надо мою Дорогую тещу Уже настраивать Как бы На такой Более конкретный Лад. Она говорит Алло. С такой уже Настороженностью. Я говорю Так, это кто Эта женщина? Кто ты? Как тебя зовут? Она говорит Вера Борисовна. Я говорю Так, Вера Борисовна. Так, ты кто? Ты русская женщина. Судя по имени. Русская простая женщина. Вера Борисовна. У русской женщины Имя, отчество Должно быть русским. Вера Борисовна. Или, например, Владимир Вольфович. Это русский имя. Я говорю Что ты русская женщина? Это очень приятно. У тебя Кто отец? Она говорит Юрист. Значит, ты мне сестра. Сестра, послушай Брата Володю. Послушай Меня, послушай Игорь, потрясающий парень. У тебя потрясающий Зять. Она говорит Какой зять? Он мне еще не... Я говорю Не важно Он будет взять Однозначно. Ты запомни Ты запомни Если бы я имел Такую ясную голову Такой острый Практический ум Ты не представляешь Что бы творилось Я справа Он слева У нас был бы стереоэффект Ты пойми Пойми меня Простая русская женщина Если бы я имел Такой ум Как у Игоря Я бы уже давно Сидел в белом доме А Моника Левинская У меня бы в две смены Сидел в белом доме Сидел в белом доме Сидел в белом доме Сидел в белом доме Потрясающе Здравствуй Здравствуй Давай по-простому Здравствуй Дорогая Вирулька Она говорит Кто это? Я говорю Ну это Лева Лещенко Что ты старушку не узнала? Она говорит Что ты мне не веришь Что это Лещенко? Я говорю Ну хорошо, но только для тебя Ну вот это помнишь Ты плыли, помнишь, в вышине И вдруг погасли две звезды И лишь теперь понятно мне Что это были мы с тобой, старушка Какой же у тебя человечек, Игорь, ты знаешь Это я балдею Вот вчера сидели вместе Ты знаешь, я, Игорёк, Волоська, Винокур И знаешь, Вовчик начал рассказывать анекдот про тёщу Так Игорь вскочил, говорит, прекратите эти безобразия Я не хочу это слушать, просто Какой он чудный у тебя человечек Я потрясён Слушай, тут Волоська ещё пару слов сказать хочет Алло Алло, Верок Это я, Волое Ну, ёп Ты понимаешь, Вероль Это, я просто, это Ну, вчера сидим Ты представляешь? Сидим Ну, девчонки у нас тут были Ну, немного Штук 16 Ну, топ-модели Притопали Ну, знаешь, топ-модели Это, ну, это 90-60-90 Пришли искать приключения на свои вторые 90 Так Игорь, я тебе скажу, честное слово, не поверишь, Верок Он ни одной не пропустил Всех выгнал Всех выгнал Говорит Идите вы на На курсы Кройки шитья Ну, мы с Лёвой их Еле-еле догнали Уже у самых курсов Понимаешь? Ну, ну, ты поняла, да? Просто потрясающе Обалденный парень Я, ну, и Хочу одну вещь сказать Только между нами Никто не слышит Дера Тут Алла Борисовна Хотела Кристину за него выдать Ты представляешь? Представляешь? А он говорит, уперся? Нет, я люблю только дочь Веры Борисовны И говорит, не в какую И эта Алла Борисовна расстроилась Ну, а И Хотела покончить жизнь Хотела жизнь покончить Просто это, самоубийством Хотела покончить жизнь Киркорова Ну, в общем, ты поняла Ты, это До встречи на свадьбе Кладу трубку И понимаю, что Вот Он уже практически Звездный мой час Уже состоялся Вдруг у меня звонок Я говорю, алло И слышу Алло Добрый вечер Здравствуйте Это Валерия Новодорская Старая борьба с коммуняками продолжается Скажите Мне сказали, что у Игоря начался брачный период Он хочет жениться Он хочет жениться Черт с вами Я согласна Уже выезжаю Я говорю, алло Мину, какая Новодорская? Она говорит, ой, не узнал, зятек Он говорит, что через полчаса у меня Я приехал к ней Теща встретила меня на пороге С рюмкой коньяка И сказала слова Которые я запомнил На всю жизнь Запомни, зятек Как говорил наш Уважаемый шех Чтоб ты с моей дочкой Никогда не жил на одну зарплату Ну, погоди АПЛОДИСМЕНТЫ И вот сейчас Дорогие тещи Если таковые находятся в этом зале Я хочу сказать вам Теща Все-таки это не диагноз Теща, на мой взгляд Это Экзамен С праздником Ты что с гитарой-то вышла, а? Ты знаешь, я тебя все-таки Вот все-таки тебя решила поздравить С праздником Лично? Лично тебя все-таки хочу Ну, это, конечно, приятно Ну, вот Одна будешь поздравлять? Нет, не одна А с кем? С одним певцом Да ты что? Да Приятно Знаешь, как зовут? Нет Юрий Лоза Да ты что? Ага Погоди, я позу приму Батюшки, у тебя же поздравительная поза есть А как же? Ну, ладно, слушай тогда Ты изменилась, похудев И даже выглядишь моложе Но извини на эту рожу Нельзя взглянуть, не обалдев А помнишь ты Совсем недавно Такою пышечкой была А что теперь С тобой устала Такая рыба есть Игла А ты квазиморда? Батюшки Дела убедил Ну, что ты обижайся Юмористическое поздравление-то Ха-ха, юмор Все равно квазиморда Ну, знаешь, плюс ко всему неграмотно Понимаешь, ты? Оберкни квазиморда А квазимода Понимаешь ты или нет? Все равно мне Все равно тебе Что, вот грязь у тебя Где у меня грязь? Вытри вот следом Не надо, откуда и руку тянешь Не грязь это Это мы сыну машину Три дня назад купили Да По объявлению, да Ты мне не говорила Ну, как это не говорил-то По объявлению Читаем объявление Глядим Продается Тойота 99-го года выпуска Без пробега по СНГ Кондиционер Электропакет Подушка без опасности Руль справа Педали почему-то слева Вот две ночи переставляли Грязно, грязно С этими машинами Сейчас все с ума посходили Ой, не говори Ей-богу Не, смотри, что на улице Творится-то, да? Ну? Уже спектакли начали делать Про эти машины-то Какие спектакли? Ну вот, видели-то мы с тобой Афишут Ну? Салон парижской богоматери А, ну-ну Ну? Это там, где главный Действуешь лицо Мерседес Ну, конечно Ну? А наш-то Запорожец и москвич Ему ария поднял Все, вспомнила Вспомнила? Ага, погоди Давай Свет Собьет в глаза Мне лупоглазый Свет Сводит он с ума Меня, зараза Нет Я никогда Не потеряю Интерес К тебе, о чудо Шестисотый Мерседес Запор горбатый Я привык всегда стоять Тебя в потоке Мне так просто потерять Блин Не в силах больше Я вести свой тяжкий крест В рабомашину превращает Мерседес И после смерти Мне не обрести покоя Я бампер Жертвую За поцелуй С тобой Ой, я простой Московский Москвичонок Мой Мой моторчик Кашлеет С пеленок Стой Мне не догнать Тебя О чудо Из чудес Я преклоняюсь Перед вами Мерседес Распутной тачкой Я навеки Объединен Мне снится По ночам Твой кожаный Салон Сон И пусть в меня Мотор Воткнули А трено Навек останусь Москвичонком Все равно И после смерти Нам не обрести покой Гораздо меньший век Отпущен Нам с тобой А сейчас Сюрприз Эта песня Посвящается Всем женщинам России И близлежащих деревень Это песня о девушке Свет И ее любви к парню из Парижа К парню по имени Мишель Крашусь редких девчонки В деревне Пожалуй, что нет И она красотою своей Затмит белый свет И мальчишки страдают По ней Смотрят из-за угла А она говорит Ручи прочь Не достойно меня А руки прачат Уже не в моч Вдруг на главной на улице Вид тормозов с утра Из него вышел парень красивый Ну как маньяк Светка сразу влюбилась И быстро к нему подошла Он сказал по-французски Тихо Чтоб она шла Какой подлец Французский лох Достойно Достойно Зачем вы девушке? Красивых Любите Любите Страшненьких Таких, как мы Страшно Зачем вы девушке? Страшно Продолжение следует... Что-то я не размялась. Что, видно было, да? Слышно. Ты что, с ума что-то сошла? Ну ты что, ты как маленький все равно. Ты что, ты в куклы когда последний раз играла? В куклы? Да. У-у-у, давно уже. Ой, вчера. Ну-ну, тебе сколько лет-то? Ты что, девочка? А вот сколько лет все мои, понятно? Да столько не живут, по-моему. Ой, батюшки мои, ой. Ты знаешь, вот, я одного артиста знаю. Ага. Он взрослый человек, до сих пор в куклы играет, так же, как и ты. Да ты что? Ага, взрослый мужик. А что это он в куклы-то играет? Ну как, у него профессия такая, он кукловод. Да ты что, а какие у него куклы? О, сейчас увидишь сама. На сцене Владимир Ордин со своими куклами. А пока не поглядь мне, пожалуйста. Пойдем, поглядь мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор Куклюшки! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сто, а он двести. И тут я понял, что это лохотронщики меня дурят. Обидно стало, будто в графе образования у меня написано дурак. И я говорю, у меня на сберкнижке денег много. Давайте я ее возьму и в банк сбегаю. Ну, пришли мы ко мне, я их оставил, а сам на улицу к телефону. Набрал 0,2, стал грабить квартиру и дал свой адрес. АПЛОДИСМЕНТЫ Возвращаюсь, лохотронщики мордой в пол, лежат над ними милиться с автоматами. Что, спрашиваю, пропало? Я говорю, рояль фирмы Беккер. Лохотронщики, что ты вбрешь, гад? Я говорю, ах так? Тогда еще сервис на 100 персон. И персидский ковер размером 2 метра на 20. Который приз обещал кричить в твоей квартире этого не поместится. Я говорю, я ковер на потолке держал. Рояль у меня оставил вертикально. А сервис на антресоре был, где старые ботинки. Мой бывший соперник, что ты убью, гада. Я говорю, ах так? Тогда еще пропало колье с бриллиантами. Бриллиантов было так много, что колье могли носить только две женщины сразу. Который, видишь, обещал кричить, что он врет. Мы с ним на улице познакомились. Я говорю, тогда скажи, как меня зовут? Он говорит, козел. Я говорю, ах так? Тогда со стен у меня пропали картины Рембардт на Мадонна Люси. Сабрасова, грачи охренели и портретов у школы работы с Шишкиным. А также икона Андрея Рублева, на которой преподобный Ельцин играет на барабане. Лохотроничка качает, ну тебе не жить. Я говорю, ах так? Тогда из шкафа пропали акции Газпрома. Акции были свернуты в рулон, и на каждом было написано 54 метра. Лохотроничка качает, мы тебя уроем, тварь. Я говорю, ах так? Тогда из погреба у меня пропал сундук с золотыми монетами. На которых отчеканен профиль Ивана Грозного и надпись «Замочу в сортире». Лохотроничка качает, какой погреб, ты же на пятом этаже. Я говорю, я имею в виду ванну, у меня там холодно, как в погребе. Я даже голову всегда мою в шапке. Кстати, шапка пропала тоже, шапка Монаваха. Лохотроничка качает, он псих. Я говорю, ах так? Тогда же пропала жена. Красивый и умный, знал четыре иностранных языка. Но говорил по-русски только два слова, мой пупсик. И тут черт принес жену. Языков она не знает, а внешне похожая депутат Шандыбина. Ей говорит, что тут за люди? Менционеры говорят, это те, кто вас ограбил. Жена говорит, неужели ты, Гайдар? Менционеры говорят, это те, из-за кого у вас нет картины рояля. Жена говорит, так это из-за этого идиота. И показывает на меня. Менционеры лохотроничка отпустили, а меня забрали. Я спрашиваю, за что? Они говорят, что брал меньше лохотронщик. А сейчас поэтка Клюшкин засандалит вам частушки. Кулинарный поединок был у нас вчера с женой. Она кинулась картошкой, я ответил колбасой. Нынче в русскую рулетку пригласил играть в соседку, а соседка разозлилась и в колодец провалилась. Ехал я на электричке, бизнесмен на Шевроле. Он в свой офис торопился, ну а я к его жене. У своей жены нашел он зону эрогенную. Учеб он в лесу нашел бомбу здоровенную. Говорят, артисту вслед идет цирконевый браслет. А еще не так давно его звали Мимино. Вроде, 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 посадили вдруг мавроди. Сколько же нужно было взять, чтобы так долго не сажать. Выпил тайскую таблетку, думал похудею. И теперь почти неделю животом болею. Врать не буду, сам не видел, а сосед рассказывал, Будто бы из мавзолея кто-то фиг показывал. Сочинять частушки просто, надо только рифму знать. Вот, допустим, Жириновский, рифма тут, ядрен мать. Я пропил для вас частушки очень бестолковые. Аплодируйте мне, сочиню вам новые. Не трогай меня, Горь. Ну что ты, извините? Ничего, успокойся. Нервы, потому что нельзя, вот так вот. Убери руки, я говорю. Ну сколько стыд. И что, хватит уже, вот так вот. Ну что такое, девушки, женщины, бабы. Ну что это? Сколько времени прошло, и ни одна свод. Ни один мужик, я хотел сказать. Еще ни разу, ни одного тоста для женщины не поднял. Это что такое делать? Ты что, тише, это знаешь. Это, я думаю, проблема, правда. Это не проблема. Сейчас все будет, и тосты. Сейчас пойдем, и тебе таблетку дам. Ты маленько успокоишься, а тут будет тост, ладно? Настоящий, хороший тост. Такой тост, закачаешься, прям вот, настоящий кавказский тост. Пойдем, баба. Не обманешь? Не обманешь. Не обманешь. Не обманешь. Не обманешь. Не обманешь. Дорогие женщины. Скажи тост. Дорогие женщины, я хотел бы подать с огромным чувством глубокого удовлетворения вот этот вот маленький бокаль за ваше здоровье, дорогие женщины, которые находятся здесь, в этом зале, которые смотрят на нас, которые за стенами всей женщины всего мира. Они нас любят, и мы настоящие мужчины, в канун этого женщинского праздника, восьмого марта, хватит. Хватит. Скажи тост. 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 Женщина, она как вино. Сначала смотришь на этикетку и только с годами понимаешь, что у нее там внутри. Женщина крепче, чем вино, вино бьет в голову, а женщина куда попала. А вообще я вам скажу, вот женщина, она очень разная. Вот русские, как русская водка. А французенки, как французский, каньяк. Чешские женщины, как пиво. А моя, как минералька без газа. Давай горячим, приходи. Чешские женщины, как пиво. Мне нравятся женщины, зрелые, красивые, как хорошее вино, выдержанные. А мне нравятся молодые, не выдержанные. А мне, женщины, бабши, все нравятся. Вот твоя дочь, очень красиво сложена. А кто складывал? Я хотел бы, дорогие женщины, сказать, чтобы ваши потребности обольдевались. Более от наших возможностей. Да! Чита, Чита, Брида. Чита, Маргарита. Кателан, Раиса, Сулико. И кинец, бараули, оба зи зубари, забирали твищий салхино. И кинец, бараули, оба зи зубари, забирали твищий салхино. И кинец, бараули, оба зи зубари, забирали твищий салхино. И кинец, бараули, оба зи зубари, забирали твищий салхино. Кателан, Раиса, Сулико. Чита, Брида. Кателан, Раиса, Сулико. Кателан, Раиса, Сулико. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Эта история посвящается любимому времени отдыха россиян. Я имею в виду час пик в общественном транспорте. Наверное, нет в этом сзади человека, который хотя бы раз в жизни в час пик не побывал в переполненном автобусе. Все мы помним эти добрые, счастливые лица вокруг, размазанные по заднему стеклу. Представьте, паспорт, летний денек, дождик моросит. На остановке полно народа, наконец подъезжает переполненный автобус, а номер забрызган грязью. И те, кто стоит на остановке, спрашивают у тех, кто вываливается из автобуса. Скажите, это какой автобус? Вываливающиеся. Нежно отвечают. И карус. Автобус переполнен, хотя переполнен, это мягко сказано. То есть уже в кабине у водителя пятеро сидят. Из них трое на руле. Кондуктор такая, нехрупкая женщина. Занимает собой примерно пол салона. Чуть приподнимается, язычным голосом говорит. Так. Ну что, передаем на проезд, или я встану? Молодой человек, у вас что за проезд? Молодой человек говорит. У меня пять рублей, я уже показывал. Вот не надо острить, молодой человек, вот не надо. Или платите за проезд, или я буду позорить до конечной остановки. Тем временем в салоне кипят страсти. Мужчина. Мужчина. Чё-чё? Ничего-чё. Вы своим зонтом не все колготки задрали. А куда я его дену? Ну вы хотя бы закройте. Бабушка. Простите, бабуля, я вам на ногу наступил. Простите, бабушка, простите. Ничего, милок, ничего. Я тебе уже на спину плюнула. Кондуктор тоже живо участвует в дискуссии. Говорит, так, мужчина, я вам говорю. Мужчина, развернитесь передом, дай мне взяться, не за что. Остановка больницы. Следующее кладбище. А двери не закрываются, потому что на последней ступеньке лысый мужичок пытается попасть внутрь, совершая вот такие продольные движения. Ну, очевидно, пробиваю дорогу наиболее сильным местом. А он ещё был интеллигентным. Спрашивают впереди висящие гражданки. Я вам не мешаю. Женщина тоже ваккультурный. Говорит, ничего страшного. Пять минут десять, бесполезно. Уже кондуктор не выдерживает. Говорит, мужчина, ну быстрее. Ну, люди на остановке мочатся. Ещё минут через пять не выдерживает водитель. Он спрыгивает с кабины, подскакивает к лысому, начинает его запихивать. Уже два Майкла Джексона. В это время сзади подбегает амбал. Со счастливым криком «Слава Богу, успел!». Он легко запихивает сначала лысого, затем водителем, затем залезает сам. Двери закрываются. Счастливый амбал кричит в сторону кабины. «Шеф, трогай!». Стоящий впереди шеф нервно разворачивается. Со словами «Не ори, я здесь». Обезумевший амбал не нашёл ничего лучше, как сказать «Ну, трогай!». Честно, сейчас я тебя трону. Как я в кабину попаду? По головам, что ли? Лысый оживляется. «Не надо, подскользнётесь!». Так как я попаду? Лысый подсказывает. «А вы вот так!». Тут на помощь шофёру приходит кондуктор. Она всё-таки встаёт и говорит ему «Вася, иди за мной!». Ледокол «Арктика» начинает движение в кабине. За «Арктикой» Вася, за Васей амбал. Амбал умудряется занять свободное место и задаёт гениальный вопрос. «А это вообще какой маршрут?». Он говорит «53-й». Лысый три раза меняется в лице. Не в другую сторону. Расступитесь! Расступитесь! Ирина Аллегрова! Спасибо, Саня. Спасибо. Дорогие друзья, Следующий номер нашей программы называется «Подготовка сцены к следующему номеру». Исполняется работниками сцены. Надолго. АПЛОДИСМЕНТОЕ АПЛОДИСМЕНТЫ Умер от лица настоящей современной женщины. Знаете, такая красивая леди, с собачкой вышла во двор погулять. Тут рядом у нее сын. Так, Тузик, не надо так рваться, ты натрешь шейку, мальчик мой. Сережа рядом. Сережа, фу. Сережа, место. В смысле, залезь в песочницу. И смотри, не сыпь песок на голову малышу. Тузик этого не любит. Тузик, ты без намордника. Не подходи близко к детям, они заразные. Посмотри, Тузик, посмотри, какой огромный ротвеллер. Да вон, как он красиво бежит. За дядькой. Три к одному дядька на дерево не успеет. Ну, 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 не успел, не успел, не успел. Я так и думал. Вот мужики пошли, и на дерево залезть не могут. Не то, что уж там уж что-то уж... А кобель хороший, сильный. Это так грызается еще, мужик-то. Мужчина, не злите собаку. А вы не встревайте, дети, куда шли. Вы кто? Женщина? Вот и не встревайте, когда мужики разбираются. Вы, наверное, кошатница. Точно вот у вас шапка из кошки. Да. И звали его Мурзик. И, судя по виду, ему было лет 70, и его загрызли блохи. А вы его на голову нацепили и умничаете. Кто шапка блохастая? Это у тебя шапка блохастая? У моей собаки педикюр дороже, чем твой маникюр. Это он сокращенно, Тузик. А по паспорту барон Тузенбах без блох псинограба фон Шавки. Тузик, мальчик мой, выбирайся из песочницы, а то эти сопливые дети тебя затолкают. Детей развелось, как собак нерезанных. От безработицы, наверное. Кстати, о неработающих. Алло, ладочка, лапочка. Как твоя собачка? Боже мой, лапку поцарапала. Бедняжка. А куда же муж твой смотрел? Он ногу сломал. Вот растяпа, а? Слушай, чего я тебе звоню? У Ленки-то собаку украли? Ну да, пошла в супермаркет. Возвращается никого. Собака сама убежать не могла. Она чего, дура, бегать от такого достатка? Да и Ленка не овца. Она ее привязала к самосвалу. Ой, в наше собачье время собачек оберегать надо. Вот недавно Машкин песик вышел во двор, лапку на кустик поднял, а из кустика алкаш как рявкнет неожиданно. Все. У песика так теперь лапка в сторону и торчит. Стрессанула. Я своего тузика никогда одного не оставляю. Он даже спит в моей кровати. Муж в прихожей на коврике спит. Он же у меня в казино работает. Домой не приходит, а приползает. Под утро. Какая ему в таком состоянии кровать? Он на коврик-то вскарабкивается, как альпинист на гору. Не говори лапка, мужики пошли и на коврик залезть не могут. Не то, что уж там уж что-то уж. А вот у соседки кобель настоящим мужчинам. Муж ее нашел на свалке. Щеночка. Облезлого, тщедушного. Стал кормить. Щеночек жрет и жрет. Растет и растет. И вырос такой монстрила. Издали глянешь. Асфальтовый каток в ошейнике. Тайсоном назвали. Когда он гавкает, вода в батареях стынет. Хозяева ему дают тушенку прямо в банках, чтобы дольше переваривалось. Пока переваривается, хозяева по очереди спят. Ха, ты с ним с голодным в одной квартире поспи. Заснешь снаружи, проснешься внутри. Тайсон вам осенью съел три вьетнамских кожаных куртки. Во дворе нашел. Вьетнамцы, правда, убежали? Ну, нечего подвору шастать, когда Тайсона выгуливают. На детской площадке объявление висит. С семи до восьми во дворе злая собака. Не верьте, ну и царство вам небесное. Ха, ты чё, ты чё, ладка, Тайсон на поводке, всё равно, что танк на ниточке. Над цепьём у них. Хозяин якорную цепь к бамперу джипа пристёгивает, и Тайсон катает его по кругу. По московской кольцевой. Хозяин был, хотел от этого чуда-юда-кобеля избавиться, заманил его в лес, пристегнул к огромной сосне, побежал назад и заблудился. Тайсон тем же вечером домой вернулся вместе с сосной. А хозяин ещё неделю с вертолёта искали. Слушай, а Юлька-то себе карликовую собачку завела. Малюсенькая, порода шишколоб и гнедодав. Её даже гулять выводить не надо, она вокруг цветка в горшке три круга нарежет, и язык на бок. Ой, на днях тараканы её на торшер загнали. Откуда у Юльки тараканы? Ну, купила на птичьем рынке. Ну, у нас же весь дом помешался на экзотике. Что ты? У кого павлин глотку дерёт? У кого дятел из дверного косяка что-то выколачивает? У кого медведь когти точит об холодильник? На 10 этаже верблюдица с балкона плюёт очень метко. На другом балконе удав душит соседского опоссума. Я сказал, опоссум. А тебе что послышалось? Ладко. Ну, опоссум — это такое животное, а не состояние подъезда. В 95-й квартире тигра содержит. А зато в доме всегда есть горячая вода. Они же с тигром ходят в ЖЭК разбираться. А в третьем подъезде соседи слона в складчину купили, стену между квартирами сломали, слона поставили. Неделю стоит к одним хоботам, к другим хвостом. Другую неделю наоборот. Одни ему пищу выдают, другие принимают. Ой, Ладко. Сан Саныч ползёт. Сан Саныч — это не начальник ЖЭКа, это крокодил из 31-й. Я всё прерываюсь. Сердитый. Опять, небось, дети его в джакузи пытали. Тузик, детка, иди к маме на ручки. Скорей бежим домой. Ко мне, Серёжа! Предлагаем побывать сейчас в прямом эфире. Вы, наверное, заметили, дорогие друзья, что когда в телевизионных новостях ведущий обращается к далёкому корреспонденту, который где-нибудь там на Камчатке, на Сахалине, то вопрос ведущего до корреспондента как-то вот не сразу доходит. Не в том смысле, в котором вы подумали. Это происходит примерно так. Ведущий в студии. Здравствуйте, Евгений. А Евгений? Здравствуйте, Михаил. И вот однажды, ну, может быть, не совсем опытный ведущий на одном ток-шоу, ну, видимо, забыв про эту особенность, не дождался, пока оппонент услышит вопрос. Вот, и погнал вопросы дальше. В результате всё смешалось. Вопросы и ответы смешались. Ведущий задаёт, например, третий вопрос, а оппонент отвечает только на второй. Ведущий задаёт четвёртый вопрос, а тот отвечает только на третий. Вы, главное, внимательно следите за вопросами. И вот как всё это происходило. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире ток-шоу «Свобода снова» и я, его ведущий, Славик Шустрый. И сейчас у нас на прямой связи губернатор Макаровской области Кондрат Абрамович Нихай. Похоже, у нас есть связь. Сейчас нам дадут картинку. Всё, картинка есть. Итак, здравствуйте, Кондрат Абрамович. Как ваше самочувствие? А, ну что ж, понятно, без слов. И первый вопрос. С чем связано резкое уменьшение поголовья скота в вашей области? Здравствуйте. Да не обращайте внимания обычный насморк. Скажите, не слишком ли большой чиновничий аппарат в вашей администрации? Вы понимаете, в чём дело. В области постоянно не хватает средств кормить одновременно поголовья всех этих свиней, баранов и крупного рогатого скота. Выход решения вижу в том, чтобы как можно больше сажать, сажать и сажать. Кондрат Абрамович, вы женаты? А зачем? Мне-то совершенно ни к чему. У меня есть один заместитель. Кстати, мужик, я вам скажу, о, безотказный. Его хоть ночью разбуди, своё дело знаете. Так что большой аппарат мне совершенно ни к чему. Вот вас обвиняют в хищении бюджетных средств. Это правда? Ну, естественно. Что ж, я хуже других, что ли? Я нормальный мужик. Жена у меня молодая, красавица. Всё, как вы понимаете, отдаю ей. Ну, ведь вы известны как непримиримый борец с рэкетирами, там, бандитами, уголовниками, ну и так далее. Что? Брехня! Извините за морожение. Все бюджетные средства я направляю как раз-таки им, этим малообеспеченным, мало защищённым слоям нашего населения. И за это, между прочим, у них в авторитете. Поговорим лучше всё-таки о культуре, да? Какие у вас проходят культурные мероприятия? Да, вы совершенно правы. Это позорное преступное явление у нас ещё имеет место быть. У нас ещё много и своих, пояши, заезжих гастролёров, но я и мои внутренние органы с ними боремся и когда-нибудь обязательно искорним. В вашей области бушует эпидемия гриппа. Какие принимаете меры в связи с этим всем? Знаете, прежде всего, значит, проводим культурные мероприятия. Какие? Народные гуляния. Потому что наша задача в этой ситуации собрать весь народ вместе, чтобы они, понимаешь, веселились, танцевали, а главное, дышали одним воздухом. И эти мы уже из соседней области все заразили, а скоро заразим и всю страну. Расскажите, расскажите о борьбе с наркоманией у вас. Я должен честно признаться, что и сам не смог избежать этой эпидемии. поэтому я прекрасно знаю, что значит не вовремя уколоться или там не принять таблетки. Поэтому мы открыли сеть специальных пунктов, где каждый желающий принудительно может принять процедуры, а кто сам не может, проводим прямо на дому. таким образом мы втянули в это благородное дело практически более ста процентов половины области нашего населения. Между прочим, нас сейчас смотрят и видят ваши избиратели. Люди, которые за вас голосовали. Вот интересно, что бы вы сказали им сейчас в прямом эфире, а? Что тут скажешь? Вы же понимаете, что все это больные люди. Я вам больно-то скажу, это не люди, не до человеки. Они нам жить мешают. Если была моя воля, я бы их собрал всех в одну кучку и отправил их куда-нибудь у наркодиспансера или в психушку вообще. Послушайте, вам не кажется, что это ваше место в психушке, а? Ну, прежде всего, для меня это большая честь. Спасибо за доверие. Я не просто там, знаете, буду сидеть на своем месте, но и помнить лозун, который, значит, был перед моими выборами, что если выбрал не хая, то не будет никаких проблем никогда ни у кого. Видимо, такая она провинциальная жизнь. С вами была свобода снова. Всегда с вами не упадайте лицом в грязь никогда. До свидания. Сегодня в концерте три раза звучала Белль. Из зала пришла записка. Не могли бы вы исполнить песню Белль в четвертый раз? Для нас желаний зрителей закон. Пожалуйста, исполняем вашу просьбу. Белль. Но это в последний. АПЛОДИСМЕНТЫ Белль. АПЛОДИСМЕНТЫ ХИТ-ЗВЕЗДА СЕЗОНА БЕЛЬ. СОРОК РАЗ НА ДНЮ ЧУГУННЫМ ЗВОНОМ БЕЛЬ. НЕСЁТСЯ ПЕСНЯ НАД СТРЕВОЖЕННОЙ СТРАНОЙ И НЕТ ПРЕКРАДЫ ПЕРЕД РАДИОВОЛНОЙ БЕЛЬ. СТРАНОЙ БЕЛЬ. 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 Поет звезда телекрана, БЕЛЬ. Сплакнет подвыгшая дама, БЕЛЬ. Крохочет хор солдатской песни ПЕСНЯ ПЕСНЯ Всем миром мы проводим песню на покой. ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добрый вечер. Я не знал, что подарить женщинам. А как пародист могу, наверное... Ну, есть, знаете, такие артисты, которых женщины особенно любят. И вот с пародией такого артиста я должен просто сегодня начать, я считаю. Хочу пригласить на сцену артиста, который не смог сегодня сам приехать. Меня попросил для вас поет Николай Басков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое, я тоже вас люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И эту песню я пою на всех праздниках, свадьбах, похоронах и днях рождения. Я ее спел на дне десантника, сантехника, учителя, геолога, прахтолога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам, дорогие женщины. Спасибо всем и моим родителям за то, что они дали миру меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но не только классические певцы любят выступать перед женщинами, для замечательной аудитории. Вообще, конечно, глупо делить на женщин и мужчин, но чего скрывать? Прекрасное полное человечество гораздо радушнее и доброжелательнее принимает всех артистов. Не только классические, но и современные поп-певцы говорят о своей любви к прекрасному полу. Например, группа «Премьер-министр» замечательная, я считаю, спела... Нет, она спела другую мелодию. Ну, вы помните, да? У нее глаза, два бриллианта, три карата. Ну, просто вы поймите, ребята, незнакомые с ювелирным делом, они не понимают, что это девушка с поросячьими глазками просто такая. Я уж не говорю о том, что они дальше поют. Губки у нее, створки две в воротах рая. То есть... Представляете, сколько народу в эти ворота входят? Ну, такая девушка, портрет страшноватый, конечно, получается, но, в принципе, понятно, что ребята искренне ее любят. Поэтому я хотел бы сейчас, в противовес классическому жанру, показать пародию еще на одну замечательную группу. Я вообще люблю группы такие, знаете, с невнятными названиями. О чем поют, вообще непонятно. О чем поют. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я А-а-а-а-а... Если бы не ты, не ты, не ты Засохли бы цветы, цветы, цветы И жил бы я один, совсем один Без тебя страдая И если бы не я, не я, не я С постельного белья, белья, белья Целая гора лежала бы вот тут Грязная такая Это любовь, что делает жену такую работящей Это любовь, когда женат домой четыре сумки тащит Это любовь, когда восьмого марта жарит муж котлеты Это любовь И нет ее прекраснее на белом свете Если бы не ты, не ты, не ты Не твои понты, понты, понты Я с друзьями бы сейчас, сейчас Классно и пил пиво Если бы не я, не я, не я Был бы у тебя, тебя, тебя А пиво был живот, толстый был бы ты Лысый и ленивый Это любовь, что делает жену такой неотразимой Это любовь, когда идут вдвоем по магазинам Это любовь, когда среди зимы у вас на сердце лето Это любовь, я это любовь И нет ее прекраснее на белом свете Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Не я, не я И если бы не ты, не ты, не ты Ну что теперь гадать Вместе ты и я История такая Если бы не я, не я, не я Была бы ты с другим, другим, другим Но не была бы ты ни с кем другим Красивая такая Эта любовь У каждого своя, для каждого загадка Эта любовь Цветы, письма, улыбка, робки для тукрасты Эта любовь Обидны споры, поцелуи дети Эта любовь Как здорово, что есть она на белом свете Эта любовь 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 Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Слушалась. Ногу поломала. И что? Убежал жених-то? Куда он убежит-то с поломанной ногой-то? А, точно. Он говорит, я до сих пор хромой. Я вспомнила. Слышь, тебе бы нормального подыскать. А где его взять? Не знаю. Вот, может, где... Может, вот это что сможет, а? О, интересно, может, что сможет позитивного-то? Вы знаете, вы знаете, минутку, вы знаете, что вы задаете женщине очень много глупых вопросов. Я даже просто не знаю, дорогие мои, что в конце концов у вас происходит. Вы знаете, мужчина, вот вы определитесь со статусом. Вот ху из ху вы здесь, как говорится. Что вы пришли сюда, вот, определитесь со статусом. Не, ну сколько я могу уже со статусом определяться? Я уже столько лет вас кормлю, и это в конце концов, пародисты. Вы, и так. Да вы многоликий Янус. Нет, вы знаете, что с Янусом не надо. Вот это не надо. Вы знаете, в конце концов, что вы мне тут это, городите огород? Я же, ну вы же помните, что вот когда тогда, ну не когда еще тогда, я уже кормил пародистов, когда, когда еще и кормить их нечем было, вот кроме меня. О, я не знаю. Что, мы здесь стоим стоять будем, понял? Нет, нет, вы, женщина, освобождайте. Освобождайте сцену. Сейчас будет начинаться праздник пародии. Погоди, а это что, твой праздник, что ли, а? Да, действительно. Сынок, ты себя в зеркало-то глядел? Да. У тебя вообще лицо в зеркало-то влезет или нет? Ну, я скажу так, вот, в кривое влезет. Так что, понимаешь, многие артисты сегодня не приехали, но оказалось, что все артисты пародисты. И он, видишь, да? Мужчина, проходите. Вот, судя по виду, вы ведь не пародист, не пародист, да? Ну, давай, давай, продолжай. Продолжай, милый человек. У тебя это хорошо получается. Ну, вы что, пародист, что ли? Ну, да погоди, Дурилка Картон. Дай с народом пообщаться. О делах наших суетных покалякать. Ай-яй-яй. А, слушай, уважаемый товарищ Украин, ну что, зло? Обидно, честно, зло. Меня спрашивают, обижаюсь ли я на пародистов? Нет, товарищи, на больных не обижаются. Эти пародистов уже стало больше, чем рыжих тараканов. Радио включаешь, пародист, телевизор включаешь, пародист. Я в последнее время боюсь холодильник включать. Ух ты, оттуда маленький виногурчик появится. А, в общем, пусть они пародируют, но с одним, понимаете, условием. Все, что зарабатывают. Эти деньги пусть они отдают тем, кого дразнят. Вот это есть маленькие, но ответственные поручения. Если вы согласны, товарищи, прошу, аплодируйте, пожалуйста, обидно. О, понимаешь, началось армянское радио. Действительно, сынок, ты что, давай другой, что, давай грузинское. Вот это вот, эртхелат, как вибарчевский. Ну, что не будет такого, давай-ка. Песни пел тобой, снимался и в кино, в фильмах самых разных. Ну, а пародист, тоже мне артист, всюду меня дразнит. Голос прикрытый свой, выдают за войну, но в лесу я яснось. Песни по душе, ах, не по душе, мне такая классность. Шипа, грыса, я такое не терплю. Пам, прописто, в черном море утоплю. Шипа, грыса, пусть полывет он, как дельфин. Чтоб все знали, Бога должен быть один. И к тому же, обязательно грузин. Думай. Вот это хорошо, вот это молодец. Ой, молодец, прям вот это настоящее, вот прям голима пародия. Хорошая, прям хорошая пародия. А тебе понравилось, нет? Нет, ну, мне, конечно, понравилось. Он выступает, как почти мы с Левчиком. Ну, скажу, Лев, не потрясающе. Такой сам небольшой, это такой диапазон. Ну, практически, знаешь, ничего выступил, конечно, но хочется настоящего праздника в столичке. Сейчас вот выйдет Олежка Жигалкин и зажжет такое, но давайте встретим, вот старичка, давайте. Давай, давай, давай. Слышь, голос. Тебе на инструменте подыграть или так под фонограммку сплясуешь? Спасибо, я своим голосом. Свои. Погоди, погоди, своим голосом, а мне надо, у нас сейчас пародии, пародии нужны. Ну, хорошо, тогда чужим буду пить. Нет, ну, давай, мне просто чужим. А так, как праздник-то женский, давай пусть все твои бабы про мужиков своих споют. Окейно? Окейно. Поехали. Женский день, только мы отдыхали, Но мужчины боролись, и вот отдыхать вместе с бабами стали. И порою весь март напролет. И чтоб муж в водной мере из блеска Ощутить себя женщиной смог, Подарю ему праздник на женской Оренбургской пуховый платок. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравления с Афиротару. Женский праздник темна Дорог изданно больше Он сегодня для всех Много лет нерабочий Ножешь сутки подряд Отдыхать раз устала Но мужчины твердят Только этого мало Только, 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 только Этого мало Только, 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 только Этого мало А возьмите, Марта, мол Только начало Начало Все хорошо Поздравление от Патрисии Касс Мой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, одинаковые Мы уже однофамильцы, а? Да нет, они не однофамильцы Это у них мать-парадистка Сноша одного родила, потом тут же спарадировала Не, я что-то не понял У меня как-то уже в глазах твои Исса, а пока вроде нищего Ну, понимаешь, как я у вас И поздравляю с международным женским днем Алле, Люся Люся, привет, это я Я тебе с работы звоню Ты спрашиваешь, не забыл ли я, какой сегодня день? Не, Люся, я уже с утра Не забыл Ну, восьмой марки, конечно Ну, конечно, Люся, я сегодня буду дома Только ты отдыхай, милая, ладно? Все-таки твой день Так только в квартирке убери сютку Зажарь пирог и спеки Вот и селедку там под шубой достань Шубу моль съела А селедку? Ах, это мы с Толиком закусывали Ну, кильку достань, подфуфайка Люся, ну, с полным холодильником Мы дура приготовим Ты с пустым попробуй И не надо мне в такой день и про деньги Деньги, 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 деньги А я дурак ей подарок приготовил Там, Люся, в тумбочке шкатулку в тряпочке Нашла Открой шкатулку, только аккуратно Ну как? Ну как? Не, ну и что ж ты Открытку я тебе пятый год подряд дарю? Семья-то должна быть какая-то традиция Ты лучше скажи, как сынок наш Восемь лет уже? Ну надо ж время летит А, дарь мне восемь лет? Ну ты не плачь, Люся И не попрекай меня, что я каждый вечер по ресторанам Ты знала, Люся, что за официанта замуж выходишь? Я себя только здесь с человеком чувствую Ну да, меня себя так и называют Человек Ну иду, иду, что раз встречать С женой поговорить мне надо Добрый вечер Чё-то не аплодирует никто Обалдеть, ёхтный бабай Честно говоря, не думал, что буду здесь выступать Позвонил им, бросаю Говорит, Юрок, надо поздравить женщин с 8 марта Я говорю, времени нету И бросаю Говорит, чуть свободнее он И вот я здесь Поехал, брат, к сестре На боруном коне Сестрёнку упомя дать Денежку зоня Чё, пел уже, да? Вот ехай на бабай память Ну, подхожу к Петросяну, говорю Кого я сегодня играю? Гамлета? Нет Я говорю, скунса? Нет Я говорю А кого? А, это свинью Я говорю Я всегда утверждал, утверждаю И буду утверждать Что ни в одной стране мира не празднует Этот придурковатый праздник 8 марта Нет, это я вам точно говорю Понимаете, вот у нас страна такая Если зеркало, то обязательно кривое Представьте, человек просыпается утром 9-го Кривой И смотрит в кривое зеркало Что он увидит там И какие у нас сочиняют ещё бестолковые песни Я недавно был в Анапе И там в ресторане Наблюдал такую картину К музыкантам подошёл Новый русский Ну, типичный такой Вот И заказывает песню про Анапу Вы слышали песню про Анапу? Они тоже не знали этой песни Говорят, нет такой песни Любой другой город выбирайте Он говорит, нет, мне нужна песня про Анапу Я её вчера слышал Вот Наконец, они впятером вспомнили Вы только воздуха побольше наберите Потому что ни за что не догадаетесь Что это была за песня Вообще придурковатая Только тупой человек мог сочинить А напоследок я скажу Ну, кто мне скажет, что они не придурки И ещё одна песня Теплоходный гудок разбудил городок На причале толпится народ Вы запомнили, что народ толпится? Сейчас его не будет Припев На теплоходе музыка играет А я одна стою на берегу А куда ж народ понимал За придурки все Ну ладно, всё-таки я живу в России Поздравляю женщин с 8 марта И выдыхайте, а то задохнётесь Праздник не проведёт Добрый вечер, дамы и господа Я так спешил к вам Что загнал трёх лошадей А также три шпаги И свой шикарный чёрный плащ И загнал Ну, сегодня-то грамматическое настроение Надо бы спеть Что-то из старенького, любимого В города Где зимою не видно жари А воли Где за крышами Спрятана даль Чё-то настроение Кушать хочется Я от мяса себя Отучал постепенно Я отрёкся от всяких Сыров и колбас От еды Отучусь я Совсем несомненно Только снится она мне Всё чаще сейчас Ам И нет половины Жархлоты Ам И нет половины другой Там плевать я хотел На неграды Там кричит мне Желудок пустой Какой я худой Сыровь Сыровь Аплодисменты Аплодисменты Молодец Молодец Ужас Восьмой марс Чёрт знает шопают Бред какой-то Ей богу Бродистый Чего? Они на вас недолюбливают Да почему бред-то? Ну почему бред-то? Сынок Ну-ка ответь ей Однозначно фас Ты кто такая? Кто ты такая? Что ты сюда припёрлась? Ты посмотри Тут женщины А ты кто такая? Кто ты такая? Скажи Кто ты? Что? Ты кто такая? Бабушка я Хренабушка ты бабушка Посмотри на себя Тут женщины Что тут устроили? Подонки Подонки кругом Так-так-так Успокойся Успокойся Дурилка картонная Смотрю я на тебя И сдаётся мне Что ты тоже Пародист Стукачок А ты на его руки Погляди Карпуша Погляди Такими руками Только молоденьких Артисток шупать Ну что ты на это Скажешь Милый человек А? Ничего он не скажет тебе Бабу ты не обманешь Ага Баба ты она Сердцем Видит Ну вы Блин даёте Слышите вы Пародисты Что тебе надо? Мне эту записку Дали из зала А можете ли вы Спародировать Иностранного певца Что всё? Вот тух огонь в глазах Чего? Чего? Чего это задрожали-то? Ничего не задрожали Ну что ты мой? Покажи 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 Что-то почерк знакомый Курица Нет и писала-то А я и не скрываю Я не скрываю Что это я писала Всё равно колени у вас задрожали Ничего у нас не задрожало Чего скажешь А? Ничего не скажу Сейчас всё покажу А ты что Об этом участвовать будешь Иностранцами умею? Сейчас сделаем всё Так Придёрну я вас Да и ты И где оба два-третий Идите сюда Иди-иди-иди Все трое Оба идите сюда Давай-давай Мать парадистка Дай ему вот этот жёлтый Вот Вот Значит ты делаешь так Ну Молодец Ты делаешь так Запомнил? Молодец Хорошо А ты что ж будешь у нас здесь Ты что умеешь что-нибудь вообще? Ха! Вот так и будешь делать Поняла? А я А ты Хлопец Будешь просто хлопать Поехали Давай вот что One Two One Two Three Four One Two Two Four Hull One One Two ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уважаемые зрители, только что вы видели совершенно уникальные кадры, которые мы снимали в юмористическом заповеднике «Кривое зеркало». Вы увидели, как ведут себя в естественных условиях и в привычной среде обитания, ну, совершенно дикие артисты. Дорогие зрители, пусть вас не смущает их поведение. Ну, во-первых, они не знали, что их снимают, а во-вторых, у них начинается как раз-таки тот весенний период гона, когда они начинают гнать такую чушь, которую никогда бы себе не позволили, не будь восьмое марта. По своей смешной природе Мир был скучен без пародий, И тогда, чтоб веселить людей, Появились пародисты. Боже, ты понимаешь мне, артисты! Вы пья ржа, за них! Бабуль, галяй! За Володю Преснякова И за Лещенко, за Лёву И за Д'Артаньяна пьём бокал моё За театр и за искусство В год козы пьём за капусту Наконец-то этот день настал Замыкая круг Мы не видим ваших рук Прилетите за просмехом А значит, есть успех Пусть идут года Будем вместе мы всегда В нашем теркале кривом Смеёмся и поём И поём И пожалуйста Проживейте лета ста С нами вместе, с нами рядом С нами навсегда КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok